Благодарю, Татьяна, за представление. Добрый день, уважаемые коллеги. Повторюсь, что зовут меня Наталья Анатольевна Матуняк. Я являюсь кандидатом педагогических наук и работаю, как Татьяна уже сказала выше, в Академии образования и искусств имени святителя Алексия, митрополита московского. И научным руководителем я являюсь в огромной сети автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Планета детства Лады» город Тольятти. Возможно, кто-то знаком с «Планетой детства Лады», потому что мы являемся такой, самой, наверное, большой организацией дошкольного образования в составе детских садов на сегодняшний день 47, недавно было 50. И вот таким большим масштабом мы работаем в реализации программ дошкольного образования и, конечно же, в реализации программ дополнительного образования в детском саду. Сегодня мы с вами поговорим о дополнительном образовании в дошкольных образовательных организациях. И очень важно сделать правильные установки при рассмотрении этого вопроса. Сегодня дополнительное образование является одним из самых быстро меняющихся направлений образовательной деятельности, тем направлением, на которое сегодня делают ставки в нашей стране и требует от нас своего понимания правильного данных процессов и правильного отношения к тому, какие программы, каково содержание этих программ должно быть для того, чтобы ожидание общества, ожидание государства от нашей с вами деятельности было реализовано на самом деле так, как этого хотели бы руководители сферы образования. Важно понимать, что для развития национальных идей Российской Федерации были определены показатели. И вот среди важнейших показателей выступают возможности для самореализации и развития талантов, так как каждый человек имеет возможность проявить себя с той или иной стороны и сделать свой вклад в жизни общества и государства как раз-таки с той позиции, с которой ему это предоставляется наиболее удобным, наиболее эффективным. И на решение этих задач, на обеспечение возможностей для самореализации и развития талантов, конечно же, направлены проекты, федеральные проекты в нашей стране. В частности, это проект «Современная школа», проект «Цифровая образовательная среда», проект «Успех каждого ребенка». И, казалось бы, дополнительное образование является достаточно самостоятельной сферой. И где же мы соприкасаемся с сферой дополнительного образования, работая в дошкольных образовательных организациях? Нельзя недооценивать свои возможности в этом направлении, тем более, что мы имеем определенную конкурентную преимущественную характеристику. Наши родители, законные представители могут получить возможности освоения дополнительных общеразвивающих программ, не выходя за стены детского сада. И понимая, какова занятость сегодня у наших родителей, у законных представителей, обучающихся, это представляется наиболее удобным и возможным. На сегодняшний день определены количественные показатели по охвату детей от 5 до 18 лет, которые должны привести к 2030 году к тому, что 82% детей данной категории возрастной должны быть охвачены дополнительным профессиональным образованием. На 2024 год зафиксирован был охват 80%. И вот посмотрите, 6 лет и 2% роста всего лишь ожидают. Это связано в первую очередь, наверное, с теми, к сожалению, низкими вариантами демографическими, которые сегодня мы имеем, и с тем, что снижается рождаемость детей. Поэтому 82% охвата, прирост 2% за 6 лет является наиболее оптимальным. Что касается наших детских садов, то я могу сказать, что еще 3 года назад охват дополнительными образовательными услугами в Анудову планеты детства ЛАДА составлял 93%, потому что для автономной некоммерческой организации дошкольного образования развития дополнительных оплаты образовательных услуг – это возможность пополнить свою, скажем так, да, внебюджетную составляющую и получить определенные денежные средства на развитие. Какие категории мы с вами затрагиваем? В первую очередь, это само дополнительное образование. Закон об образовании в Российской Федерации говорит нам о том, что дополнительное образование направлено на удовлетворение образовательных потребностей человека в разных сторонах развития и не сопровождается повышением уровня образования. То есть оно дополняет то образование, которое на сегодняшний день получает ребенок на той или иной ступени – дошкольной, начальная школа, общее образование и так далее. Дополнительное образование детей и взрослых направлено в первую очередь на формирование и развитие творческих способностей, на удовлетворение индивидуальных потребностей и в разных направлениях развития, и, конечно же, на то, чтобы люди и взрослые дети могли организовывать свое свободное время. Что касается детей дошкольного возраста, вот эта последняя ситуация, она достаточно серьезна, потому что, к сожалению, в последние годы мы увлеклись организацией досуговой деятельности детей, подавляя зачастую их инициативу, самостоятельность и не позволяя им обеспечивать свой досуг своими силами. Поэтому зачастую наши дети находятся в таком режиме ожидания, когда же кто-то придет и что-то с ними проведет и что-то с ними сделает. А на самом деле ребенок, конечно же, к старшему дошкольному возрасту способен организовать свою досуговую деятельность самостоятельно, вовлечь своих сверстников в эту досуговую деятельность. И, как мы понимаем, эффект от такого организованного времяпровождения будет гораздо выше, чем то, что предложит взрослый с его взрослой позиции. В основе реализации дополнительного образования, конечно же, лежат дополнительные общеобразовательные программы. Они делятся на несколько видов, и в соответствии с законом об образовании в Российской Федерации можно выделить дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств и дополнительные предобразовательные программы спортивной подготовки. Вот нас с вами в рамках деятельности дошкольных образовательных организаций, конечно же, интересуют дополнительные общеразвивающие программы, которые позволяют нам реализовать возможности детей в разных направлениях развития. Вот в зависимости от того, в каком направлении развития мы с вами видим таланты и видим проявление способностей детей, можно выделить различную направленность дополнительного образования. Это социально-гуманитарная направленность, физкультурно-спортивная, художественная, естественно-научная, техническая, туристко-краеведческая. Все эти виды дополнительного образования присутствуют в жизни, деятельности ребенка дошкольного возраста и позволяют, как вы видите, с разных сторон подойти к оценке его интересов, развития способностей и проявления высоких достижений. Сегодня в соответствии с принятой концепцией развития дополнительного образования до 2030 года определены направления, целевые ориентиры, на которые должна быть направлена реализация дополнительных общеобразовательных программ. Они сейчас перед вами. В первую очередь, это, конечно же, обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся, поскольку эта задача сегодня вышла на первый план и требует пристального внимания со стороны педагогического сообщества. Абсолютно правомерное формирование развития творческих способностей обучающихся и именно на эту задачу, на этот целевой ориентир и направлена в первую очередь сфера дополнительного образования. Удовлетворение индивидуальных потребностей, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, адаптацию обучающихся к жизни в обществе, профессиональную ориентацию обучающихся, выявление и развитие и поддержку обучающихся, которые проявляют выдающиеся способности, то есть являются одаренными в том или ином направлении развития. Ну и, конечно же, удовлетворение других образовательных потребностей, которые не противоречат законодательству Российской Федерации и находятся за пределами тех федеральных государственных образовательных стандартов образования и федеральных государственных требований, которые сформированы к разным ступеням. Эти целевые ориентиры определены новым приказом, который регулирует деятельность организации образовательных в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ. Это приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 года номер 629. Порядок реализации дополнительных общеразвивающих программ в образовательных организациях. На сегодняшний день этот документ является для нас с вами определяющим. Я уже упомянула вопросы, связанные с реализацией концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года. И данный документ достаточно интересен по своему содержанию. Он отражает как достижение системы дополнительного образования, которые на сегодняшний день уже проработаны и представлены практически во всех регионах. Во-первых, это единая автоматизированная информационная система сбора анализа данных. Кроме того, большие вложения в развитие высокотехнологичной инфраструктуры дополнительного образования. В большей степени, конечно, это было связано с программами технической и естественно научной направленности. И все мы знаем, что в нашей стране, в различных территориях открыто большое количество кванториумов, IT-кубов, точек роста, то есть тех учреждений, тех конструктов, которые обеспечивают новые возможности инфраструктурные для получения качественного дополнительного образования естественно научной и технической направленности. Ну и, конечно же, это укрепление материально-технической базы, потому что мы с вами знаем, как интенсивно развивается сфера различных продуктов для образовательной деятельности. И в связи с определенными темпами развития промышленности наши дети имеют возможность получить достаточно хорошие средства для того, чтобы развиваться в различных направлениях. Определены в концепции цели и задачи развития дополнительного образования детей, и мы, работая даже в дошкольных образовательных организациях и реализуя программы дополнительного образования, конечно же, должны о них ориентироваться. Так вот, целями развития дополнительного образования сегодня является создание условий для самореализации и развития талантов детей, а также воспитания высоконравственной, гармоничной, развитой социально-ответственной личности. Говоря о задачах, я позволила себе выделить более жирным шрифтом такие ключевые моменты, которые мы должны учитывать, рассматривая вопросы развития дополнительного образования в условиях детских садов. Во-первых, это обновление инфраструктуры. Во-вторых, это обновление содержания и методов. Конечно же, это организация воспитательной деятельности, поскольку вопросы воспитания сегодня в нашей стране приобретают особое значение. Далее, это использование в образовательном и воспитательном процессе культурного и природного наследия народов России. Кроме того, задачами являются решение задач социокультурной реабилитации детей-инвалидов, расширение возможностей для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья программ дополнительного образования. Особую обеспокоенность вызывает сегодня уровень сформированности функциональной грамотности подрастающего поколения, и поэтому одной из задач и дополнительного образования стало формирование функциональной грамотности и навыков, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека. Как мы с вами понимаем, функциональная грамотность предполагает использование имеющихся представлений, знаний, умений в своей непосредственной практической деятельности для получения результата, важного как для самого человека, так и для общества, в котором он проживает. Кроме того, мы говорим о том, что в сферу дополнительного образования попала, казалось бы, несвойственная задача – это повышение качества образовательных результатов у детей, которые испытывают трудности в освоении основных общеобразовательных программ. Но это не случайно, потому что нам с вами бывают известны случаи, когда ребенок, имея определенный уровень развития тех или иных способностей, увлечен одним из направлений – либо физическим воспитанием, либо художественно-эстетическим, либо еще каким-то, а все остальные стороны освоения образовательных программ начинают страдать. И поэтому задача системы дополнительного образования найти в интересующем ребенка спектре деятельности в том или ином направлении, конечно же, те сопрягающиеся точки, которые помогут интегрировать его интерес к тем областям знаний, которые сейчас он еще не воспринимает как целостную картину мира. Поэтому, например, говоря о увлечении ребенка спорта, мы говорим о том, что у разных видов спорта есть свои причины появления, есть своя история, она связана с огромным количеством выдающихся людей, имеющих достижения спортивные в этом виде спорта. Все это необходимо знать для того, чтобы формировать у себя образ достижений, формировать у себя определенные мотивационные установки и создавать условия в своей жизнедеятельности, которые бы позволили им быть равными, или стремиться быть равными тем людям, которые стали величайшими в этом направлении. Еще к задачам можно отнести сферу профориентационную. На уровне дошкольного детства мы говорим об ознакомлении с современными профессиями и профессиями будущего. Говорим о создании технологических кружков, спортивных клубов, музеев, театрах, медиа-центров. О совершенствовании деятельности по организации экскурсий для детей. Причем вы видите, насколько экскурсионная деятельность разнообразна. Это и историко-культурные экскурсии, и научно-образовательные, и патриотические. Также есть еще вопросы создания и формирования туристских маршрутов, которые тоже характеризуются своим видовым разнообразием. Эти цели и задачи должны лечь в основу тех содержательных моментов, которые мы с вами должны отражать в программах дополнительных общеразвивающих, реализуемых в работе с детьми. В концепции заявлены и принципы государственной политики в сфере дополнительного образования детей. Для нас это с вами основы, исходя из которых мы выстраиваем содержание дополнительного образования. Во-первых, это открытость. Открытость обществу, открытость социальным партнерам, которые могут принимать участие в реализации наших программ, в создании условий для реализации дополнительных программ. Это их вариативность. Вариативность предполагает освоение дополнительных общеразвивающих программ на разном уровне. Доступность программ. Программы дополнительного образования должны быть доступны для всех категорий детей. Инклюзивность программ. Программы должны предполагать возможность освоения этих программ детьми с особыми возможностями здоровья. Клиентоцентричность. Обязательно учитывать интересы самого ребенка. Не только наши возможности и запрос родителей, но и интерес, желания и способности самого обучающегося. Практика ориентированность программ. Программы, особенно в дошкольном детстве, ни в коей мере не должны быть теоретизированы. Используя деятельностный подход, опираясь на активность ребенка, мы погружаем его в те или иные направления развития. Ориентация дополнительных образовательных программ на многоукладность экономики и быта народов и этносов Российской Федерации. Здесь речь идет о том, что дополнительное образование должно находить подкрепление в окружающей жизни ребенка. Ребенок должен сталкиваться в содержании дополнительной общеразвивающей программы с тем, что его окружает, с тем, в чем ему предстоит жить в будущем. Ну и, конечно же, преемственность дополнительных образовательных программ на всех ступенях образования, начиная с дошкольного детства, если мы реализуем дополнительное образование в условиях детского сада, и заканчивая уже взрослым состоянием, когда взрослые получают дополнительное образование для того, чтобы удовлетворить свои собственные интересы и развивать свои таланты. Обязательным условием для реализации дополнительных образовательных программ является создание условий. И вот здесь, коллеги, опыт работы показывает, что зачастую мы в детских садах почему-то думаем, что дополнительное образование не нуждается в специальных условиях. Вот есть программа, мы можем здесь же в группе организовать свою работу и просто осваивать другое содержание. Нет, на самом деле закон об образовании на нас с вами накладывает такую обязанность создания условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ, которые учитывают требования законодательства Российской Федерации, в том числе и санитарно-эпидемиологических. Но мне бы хотелось в большей степени остановиться на четырех условиях, хотя их может быть гораздо больше, но четыре группы условий, которые являются определяющими для нас с вами в организации дополнительного образования в условиях дошкольных образовательных организаций. Это нормативно-правовые, кадровые, организационно-методические и информационные. Нормативно-правовые условия. Я просто здесь напомню о том, что каждая образовательная организация должна иметь лицензию на дополнительное образование детей. Чаще всего получают лицензию на дополнительное образование детей и взрослых. Обязательно должен быть разработан порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам. Он может быть назван так, либо это может быть положение о дополнительном образовании в дошкольной образовательной организации. Это очень важный документ, который регламентирует все нормы, правила организации дополнительного образования в конкретном детском саду. Также приказ об утверждении перечня дополнительных общеразвивающих программ на учебный год. Этот приказ обновляется ежегодно и это говорит о том, что программы, которые в этот приказ попадают, должны обязательно анализироваться, экспортироваться на предмет своей актуальности и соответствия достижениям развития науки, техники в связи с очень интенсивным развитием этих сфер. Сами дополнительные общеразвивающие образовательные программы, обязательно заключение договора с родителями или законными представителями на оказание дополнительных платных образовательных услуг, если мы говорим о внебюджетной деятельности, о платной образовательной услуге. И, конечно же, приказ о закреплении кадров за реализацией дополнительных общеразвивающих образовательных программ. Вот эти нормативно-правовые условия, которые должны быть разработаны и применяться в любой дошкольной образовательной организации, если принято решение реализовывать дополнительное образование, и обязательно эти документы должны соответствовать законодательной базе Российской Федерации и законодательной базе региона, в котором находится каждый конкретный детский сад. Кадровые условия. Сегодня тезис о том, что кадры решают все, наверное, является бесспорным, и мы сегодня переживаем непростую ситуацию, как в реализации основных образовательных программ, так и в реализации программ дополнительных. К кадрам предъявляются определенные требования. На сегодняшний день у нас с вами утвержден профессиональный стандарт педагога дополнительного образования. Все требования, которые предъявляются к лицу, занимающему данную должность, перечислены в профессиональном стандарте. И очень важно, чтобы эти требования соблюдались и учитывались при закреплении кадров за той или иной дополнительной общеразвивающей программой. Кроме того, сегодня у нас с вами появилась возможность привлекать к организации работы по дополнительным общеразвивающим программам студентов, то есть тех, кто обучается по образовательным программам высшего образования, по специальностям и направлениям подготовки, которые соответствуют направленности дополнительных общеразвивающих программ и успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. Это очень хороший вариант. Пробы себя студентами в работе образовательных организаций. И дополнительное образование как раз может быть той нишей, с которой необходимо начитать свою профессиональную деятельность будущим педагогам. Потому что это более краткосрочное включение в взаимодействие с детьми, оно имеет очень четкие границы, имеет явно сформулированный достигаемый результат и молодому педагогу очень легко себя контролировать и фиксировать свою деятельность, понимая вот в этом кратком периоде, какие задачи он перед собой поставил и какого результата за 25-30 минут он достиг. Это позволяет ему почувствовать себя успешным, поэтому если кто-то такой практикой еще не пользуется, рекомендую вам воспользоваться ей и приглашать студентов педагогических вузов, студентов педагогических специальностей на третьем-четвертом курсе или на четвертом-пятом курсе, в зависимости от программы освоения профессиональной подготовки, вот к такому взаимодействию с вами в рамках дополнительного образования детей дошкольного возраста. Организационно-методические условия. Условия очень важные. В порядке организации деятельности образовательных организаций по программам дополнительного образования появились очень хорошие четкие формулировки, которые дают нам право реализовывать дополнительные общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. Также появилась возможность объединять детей разных возрастов по интересам в объединениях, в разновозрастные группы. И проводить эти занятия можно как индивидуально, так и частью группы, так и всем объединениям в целом. Количество детей в таких объединениях, их возрастную категорию, то есть характеристику возрастов, которые вы объединяете в разновозрастное объединение, и продолжительность учебных занятий вы устанавливаете сами. Это как раз-таки та часть, которая должна найти отражение в вашем локальном нормативном акте положение о дополнительном образовании в детском саду, либо порядок организации деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в детском саду. Также важно учитывать применение перспективных форм методов и технологий, на которые нас с вами ориентирует новый порядок реализации дополнительных общеразвивающих программ. К ним относятся, посмотрите, практикоориентированные методы, методы, стимулирующие самостоятельность и инициативность детей, диалогические формы взаимодействия, индивидуальные формы взаимодействия, тьютерское сопровождение. Причем здесь очень важно понимать, что тьютерское сопровождение – это не работа с детьми с особыми возможностями здоровья, это работа с любым ребенком, когда тьютер помогает нащупать интересы, сформулировать, помочь эти интересы ребенку и найти ту деятельность, которая действительно ребенку принесет удовольствие от того, что он ей занимается, и, конечно же, наибольший эффект в его развитии. Это и игровые формы и методы, технологии неформального общения, открытая форма группового взаимодействия и так далее. Самое главное понимать, что методы приема и формы реализации дополнительных общеразвивающих программ должны быть нацелены на формирование субъектной позиции ребенка. Его интерес, его деятельность, его результат, его продвижение в собственном развитии, и от этого будет зависеть как раз-таки качество реализуемых программ. Ну и, конечно же, создание развивающей предметно-пространственной среды. На самом деле, опять-таки вернусь к тому, что для оказания дополнительных образовательных услуг, для реализации дополнительных общеразвивающих программ важно создавать условия. Условия инфраструктурно другие, условия, которые позволяют ребенку выйти из ситуации освоения основной образовательной программы и осваивать нечто другое, дополнительную общеразвивающую программу. Вот этот переход среда позволяет подчеркнуть. Я сейчас вам покажу несколько вариантов таких средовых решений, которые есть в нашей образовательной организации, автономной некоммерческой образовательной организации «Планета детства ЛАДА». Вы можете посмотреть, каким образом выстраивается работа по программам технической направленности, по программам естественно-научной направленности, по программам социальной направленности. Это пространство разных детских садов, которые имеют разные приоритетные направления в своей деятельности, но свои приоритеты они подчеркивают еще и комплексом дополнительных общеразвивающих программ для того, чтобы ребенок смог двигаться в приоритетном направлении гораздо шире, понимая, какие возможности ему этот окружающий мир для самореализации предоставляет. Еще одна немаловажная группа условий – это условия информационные, коллеги. И вот эту-то группу условий мы зачастую вообще исключаем из зоны своего внимания, пользуясь в основном только выставкой детских работ, которые были получены в ходе освоения, выполнены в ходе освоения дополнительных общеразвивающих программ, и на этапе, возможно, презентации, когда мы хотим, чтобы родители и законные представители записали своего ребенка на данную дополнительную общеразвивающую программу. А на самом деле информационные условия необходимо рассматривать гораздо шире. Во-первых, это проведение презентационных мероприятий для родителей и законных представителей. Это могут быть ярмарки, мастер-классы, дни открытых дверей, квесты. И это те мероприятия, которые должны быть посвящены только дополнительному образованию. Смешивать дополнительное образование с дошкольным образованием не рекомендуем. Практика показала, что родители не видят этой границы. Никто из родителей, скажем так, глубоко не погружается в вопросы основной образовательной программы, хотя мы делаем презентацию основной образовательной программы, хотя она лежит в доступе, и каждый родитель может с ней познакомиться как в бумажном варианте, так и на сайтах, так и в социальных сетях. Но разница не ощущается. Поэтому из практики, которая у нас сложилась в течение многих лет, мы пришли к выводу, что дополнительное образование нуждается в отдельном информационном потоке. Это, конечно же, и выпуск буклетов, информационных листовок. Это отражение информации о реализации дополнительной образовательной программы на сайте дошкольной образовательной организации и в социальных сетях. Это своевременное и оперативное информирование родителей о ходе реализации дополнительной образовательной программы. Организация постоянно действующих выставок результатов освоения дополнительных образовательных программ детьми. Не менее двух раз в год, как показал наш опыт, Мы рекомендуем проводить открытые мероприятия по конкретной дополнительной общеразвивающей программе для родителей и законных представителей. Это может быть мастер-класс, это может быть непосредственно занятие, на котором присутствует родитель, а это может быть занятие в рамках программы для родителей, в которых они являются непосредственными участниками. И также еще, конечно же, мы рекомендуем размещать информацию о конкурсах, фестивалях и иных мероприятиях, связанных с реализацией каждой конкретной дополнительной общеразвивающей программы, потому что родителю очень важно понимать, что те достижения, те результаты, которые появились в жизни его ребенка в рамках дополнительного образования, они имеют место быть проявлены в общественно значимых мероприятиях. А для них это, конечно же, разнообразные фестивали, конкурсы и иные площадки, где можно представить возможность каждому ребенку презентовать себя, показать варианты его самореализации. Еще одна группа условий, которую я не вынесла ранее, это группа условий специальные. И, как вы понимаете, здесь речь идет о детях с особыми возможностями здоровья, для которых сфера дополнительного образования тоже должна стать доступной. Специальные условия предполагают, что мы создаем среду, создаем содержание, разрабатываем программы с учетом заключений ПМПК, психолого-медико-педагогической комиссии, или и индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида. Что мы понимаем под специальными условиями? Конечно же, это специальные образовательные программы, методы обучения и воспитания, учитывающие особенности ребенка, специальные средства, которые ребенок может использовать в ходе освоения дополнительной общеразвивающей программы, необходимые услуги ассистента, если это для ребенка является важным и соответствует заключению ПМПК или программе реабилитации и абилитации. Это проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, это, конечно же, обеспечение доступности в организацию, в которой ребенок получает дополнительное образование. Есть ряд задач, которые выделяются специально для дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Дополнительное образование должно быть направлено на оказание психолого-педагогической помощи, реабилитации, абилитации, предоставлять дифференцированную помощь, в том числе с ассистентом, обеспечивать возможности разного вида коммуникации, и вербальной, и невербальной, и с использованием средств альтернативной дополнительной коммуникации. Очень важная задача – воспитание самостоятельности и независимости при освоении доступных видов деятельности. Это тоже самореализация для детей ОВЗ и детей-инвалидов. И, конечно же, формирование интереса к тому или иному виду деятельности, который может стать способом успешной социализации, адаптации ребенка с особыми возможностями здоровья и ребенка-инвалида в обществе. Доступность образовательной среды предполагает для таких детей физическую доступность, доступность содержания, доступность информации и социальную доступность. Поэтому, когда мы говорим о детях с особыми возможностями здоровья, мы должны понимать, что для них необходимо разрабатывать отдельные специальные программы. Вот это очень важный момент, потому что каждое нарушение развития, изменение состояния здоровья влечет за собой определенные нюансы в том, как, каким образом, какими средствами доносить информацию до детей. Что же должно лечь в основу содержания программ дополнительного образования? В концепции развития дополнительного образования до 2030 года определены приоритеты, которые необходимо учитывать. Конечно же, они в большей степени ориентированы на саму сферу дополнительного образования, которая в большей степени уже взаимодействует с детьми школьного возраста. Но помня о том, что мы участвуем в обеспечении преемственности системы дополнительного образования, эти приоритеты должны нас с вами сориентировать в отборе содержания и в отборе тем, которые востребованы обществом, государством и тем, в каком мире будут жить наши дети. Потому что, напомню вам слова Сергея Сергеевича Кравцова, который в самом начале присутствовал в нашей презентации, что дополнительное образование – это инвестиция в будущее. Итак, дополнительные образовательные программы социально-гуманитарной направленности должны быть ориентированы на присвоение ценностей, личностных смыслов, отношений, межкультурной коммуникации, на формирование так называемых универсальных компетенций, или, как мы их еще называем, 4К-компетенции – эритическое мышление, креативность, кооперация, коммуникация, формирование функциональной грамотности или современная грамотность – это базовые умения действовать в типовых жизненных ситуациях, на развитие личностных качеств и социально-эмоционального интеллекта. Приоритетные тематические направления и практики развития сейчас перед вами. Что же это могут быть за программы? Это могут быть программы, касающиеся финансовой грамотности, это могут быть программы, которые касаются естественно-научной грамотности, это могут быть программы, которые касаются развития критического мышления, это могут быть программы, которые направлены на развитие лидерских организационных компетенций, Это то, что дает возможность ребенку понять межкультурную, межконфессиональную коммуникацию как естественную для каждого гражданина Российской Федерации. Если мы говорим о следующей направленности, это туристско-краеведческая, могу вам сказать, что сегодня этой направленности уделяется очень большое время, но по охвату мы констатируем, что это самая малопривлекательная сейчас для родителей и законных представителей сфера дополнительного образования. Хотя она обладает очень большими потенциальными возможностями, и сегодня сфера туризма в образовании начинает, ну, наверное, свою новую жизнь. И задача показать родителям, насколько туристско-краеведческая направленность дополнительных общерзывающих программ способна интересно вовлечь детей в разные виды деятельности и познакомить в первую очередь с достопримечательностями, со своей страной, с регионом, с городом, в котором ребенок проживает. И таким образом повлиять и на воспитание патриотических чувств. Разработка туристских маршрутов, включение задач посещения предприятий, производств промышленного туризма и также массовое вовлечение детей непосредственно в туристическую деятельность в разные периоды, как в процессе обучения и воспитания, так и в каникулярное время. Это опять-таки вопрос, связанный с организацией детьми своего собственного досуга. Перед вами сейчас на слайде те направления туристической деятельности, которые может найти свое применение и в дошкольном детстве. Важно только самому педагогу быть готовым к организации таких видов деятельности и следовать интересам ребенка. Физкультурно-спортивная направленность, наверное, самая понятная для нас с вами. И дополнительные образовательные программы, общеразвивающие программы этого направления повсеместно присутствуют в жизнедеятельности детей с самых ранних лет. Здесь мы должны понимать, что дополнительное образование дополняет ту работу, которую мы с вами ведем в рамках образовательной области физическое развитие. Поэтому здесь мы будем говорить о тех видах игрового спорта, которые не заявлены в федеральной образовательной программе. Это, например, ГО, это, например, теннис, это, например, бадминтон и иные виды спорта. Это могут быть командные виды спорта, которые также могут дополнять имеющееся направление образовательной области физическое развитие. Это может быть и водное поло. Кстати, вот в нашей организации водное поло было трансформировано, ну, скажем так, да, в соответствии с возрастными особенностями, в игру аквабол. И дети, посещая бассейн, учатся основам этой игры и получают колоссальное удовольствие. И у нас проходит раз в два года чемпионат по акваболу среди детских садов «Анадо» планеты детства «Лада». Поэтому разнообразие видов спорта, разнообразие видов спортивных игр, атрибутов, которые могут быть внесены в рамках дополнительного образования, велико. И это необходимо делать до школьного возраста, поскольку задача формирования основ здорового образа жизни, формирования активной двигательной деятельности детей – это вопрос сегодня приоритетный. Программы естественно-научной направленности, конечно же, должны затрагивать те направления, которые в перспективе рассматриваются как приоритетные в развитии науки. Это все связано с освоением новых территорий, с сохранением ресурсов, с бережным отношением к природным ресурсам, к появлению сплавов наук, география, биология, биогеография. И элементы этого содержания могут уже находить свое место в дошкольном детстве. В рамках дополнительных образовательных программ художественной направленности мы говорим о том, что в жизни ребенка могут появиться новые виды изобразительной деятельности, новые техники, новые формы работы, новые виды театра, более глубокое проникновение в театрализованную деятельность и освоение игры на музыкальных инструментах, освоение новых техник изображения на разных материалах. Это тоже позволяет выйти за пределы федеральной образовательной программы дошкольного образования. Программы технической направленности у нас с вами и так являются достаточно новыми по своей сути, но мы говорим и о VR-технологиях в дошкольном детстве, мы говорим и о технологиях, связанных с картонным инжинирингом. Это очень интересное направление. То, что может ребенок конструировать, то, что он может превращать в объемные модели для формирования пространственного мышления, основ технического мышления, потому что сегодня задача формирования новой российской инженерной школы является очень важной, а базовые основы развития инженерного мышления, конечно же, закладываются в дошкольном детстве. Ну и для того, чтобы эти приоритетные направления реализовать, конечно же, нужны программы нового поколения. И сама общеобразовательная программа разрабатывается не просто так, не от того, что мы с вами умеем, любим мы рисовать, любим мы выращивать растения или любим мы вязать, а в первую очередь от самого ребенка. Перед вами сейчас алгоритм организации работы по разработке и реализации дополнительных образовательных программ в детском саду. И посмотрите, с чего мы начинаем. В первую очередь мы начинаем с самих детей. Мы анализируем результаты деятельности наших детей в конце учебного года. Анализируем результаты освоения основной образовательной программы, либо адаптированной образовательной программы. Затем изучаем запрос родителей, законных представителей. Кроме этого, обязательно изучаем ближайшее окружение в разрезе того, кто какие программы дополнительного образования у себя разработал и реализует в работе с детьми. Далее определяем перечень на основании полученных аналитических данных для разработки с учетом, обязательно, коллеги, говорю еще раз об этом, превышения содержания федеральной образовательной или федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования и концепции развития дополнительного образования до 2030 года. Затем начинаем организовывать продвижение программ дополнительного образования. Это наша с вами реклама, презентация для того, чтобы привлечь как можно больше детей к освоению данных программ. Разработка самих программ и создание условий для их реализации. Напомню, выше мы говорили, что это в первую очередь нормативно-правовые условия, это условия кадровые, это условия организационно-методические и информационные. Затем мы утверждаем перечень программ и их стоимость локальным нормативным актом детского сада, закрепляем кадры за реализацией программ дополнительного образования локальным нормативным актом, заключаем договоры с родителями-законными представителями на оказание дополнительных платных образовательных услуг, реализуем программы дополнительного образования с обязательным документационным обеспечением образовательного процесса. Каждое занятие фиксируется, список детей у педагога, реализующего дополнительную образовательную программу, должен быть, можно оформить их в виде журнала с отметками посещения, фиксации темы занятия для того, чтобы у нас была с вами отчетная форма о том, что мы данную программу в работе с детьми реализуем. Организация постоянного информационного сопровождения реализации программ дополнительного образования и, конечно же, мониторинг реализации программ дополнительного образования. Вот этот алгоритм должен лечь в основу всей создания системы дополнительного образования в каждом конкретном детском саду. Он очень прост, ему важно следовать, и в рамках этого алгоритма, конечно же, совершенно понятно становится взаимосвязь всех его этапов. Что касается программ. Программы, которые мы разрабатываем, должны обязательно пройти экспертизу и утверждение в определенном порядке. Говоря о дошкольных образовательных организациях, все программы дополнительного образования рассматриваются на педагогическом совете, обсуждаются и принимается решение об утверждении программы или о ее доработке, либо об отклонении. Результаты рассмотрения программ вносятся в протокол педагогического совета и уже после утверждения протокола утверждаются приказом заведующего дошкольной образовательной организации на основании принятого решения. Структура дополнительной общеобразовательной программы сейчас перед вами. Также на слайде вы видите, в каком варианте у нас представлены дополнительные образовательные программы. Мы стараемся их издавать. В основном работаем по авторским дополнительным общеразвивающим программам. Сейчас перед вами три образовательные программы технической и естественно научной направленности, разработанные детским садом номер 193 «Земляничка», оно до планеты детства Лада. И компоненты в структуре у вас сейчас на экране. Обратимся очень коротко по каждому из них. Титульный лист. На титульном листе мы представляем информацию, которая должна отражать принадлежность дополнительной общеразвивающей программы автора, направленность, возраст и реквизиты утверждения. В пояснительной записке обязательно говорим об актуальности данной программы, о новизне, о ее педагогической целесообразности, определяем цели и задачи. В возрастную категорию потребителей этой программы фиксируем формы обучения, формы организации деятельности, режим занятий, ожидаемые результаты и предполагаем, как, каким образом мы будем, по каким критериям и способам следить за достижением или недостижением поставленных результатов. Обязательно учебный план программы, в которые вносятся разделы или модули с указанием количества часов. Учебно-тематический план раскрывает в каждом модуле темы с обязательным указанием результатов освоения данной темы. В содержании программы у вас есть такой тезисный вариант описания, название темы и очень краткое описание с указанием форм работы в соответствии с учебно-тематическим планом. Обязательно указываем ресурсное обеспечение программы. Два вида ресурсного обеспечения программы мы указываем. Это учебно-методическое и информационное обеспечение программы. И материально-технические условия. Где, в каком месте, с помощью какого оборудования, каких средств мы будем эту программу реализовывать. Список используемой литературы при разработке и для ее реализации. В качестве приложения к программе обязателен календарный учебный график. Форма календарного учебного графика тоже сейчас перед вами. Кроме того, в приложении могут быть, но не являются обязательными. Это календарно-тематический план, планы конспекта занятий, примеры заданий для обучающихся и другие материалы, которые предусмотрены вашим порядком об организации дополнительного образования или положением об образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам. Коллеги, вот в таком варианте, завершая нашу с вами встречу сегодня, хочу сказать, что качество реализации дополнительных образовательных программ, конечно же, зависит от совокупности условий. Это и готовность педагога, это и созданная развивающая предметно-пространственная среда, и взаимодействие с родителями, и, конечно же, конкурсное движение, как площадка для самопрезентации детьми, для предъявления ваших результатов деятельности в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ. В частности, наша организация является учредителем и организатором очень масштабного фестиваля, который называется «Автофест 2 плюс», посвященный... фестиваль посвящен вопросам развития научно-технического творчества дошкольников. Вы можете все в нем поучаствовать, если у вас есть желание, потому что это фестиваль открытый, в этом году он будет проводиться уже в седьмой раз, и для того, чтобы понимать, как нас найти, как с нами познакомиться, как увидеть опыт, которым обладает наша организация, сейчас перед вами есть и ссылка на сайт, и почта, и адрес, и есть еще один почтовый адрес dpoprovince.ru. Это адрес, по которому вы можете связаться лично со мной. Благодарю вас за внимание, надеюсь, что наша встреча была полезной, и прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова